У каждой страны должно быть лицо, но только у нашей, куда не посмотри, везде ж**а. А вот скоро значительно отличных частей туловища может стать гораздо больше, ведь Россия решила запустить строительство завода по производству силиконовых имплантов. Самое то, что нужно во время спецоперации. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Москва не резиновая, говорили одни, зато силиконовая добавляли другие. И ведь действительно, плотность ненатуральных красоток на квадратный метр столицы по своей численности превосходит любой другой город России. И, казалось бы, пора остановиться в штамповке однотипных тел и лиц, но нет. Власти посчитали, что именно сейчас и именно нашей стране, ну просто жизненно необходим завод по производству силиконовых частей тела. Не-не-не-не, это не про те недостающие руки и ноги, о которых говорил Слуцкий в моем субботнем выпуске новостей. Это про грудь, попы и куда там еще пихают эти не очень приятные на ощупь пакетики с каким-то жиром. И вот, знаете, комментаторы эту новость почему-то осудили. А я вот рада. Рада, что в моей стране начался подъем с колен. Началось возрождение производств, освоение новых технологий. Единственное, что меня удивляет, так это выбор отрасли. Потому что сегодня это изготовление имплантов, а завтра переход на более сложные позиции с батарейками. Но главное-то тут не в этом, а в том, будет ли явный спрос. И главное-кто будет тем честнострадальцем, который будет испытывать все изделия на себе. Надеюсь, что во время эксперимента ни одно животное не пострадает. Но сразу предупрежу, что лететь в самолете на соседнем месте с экспериментатором я бы не советовала. Помните ту историю с москвичом Сергеем Капланом, когда от перепада давления во время полета у мужика лопнули ягодицы? Вот вам, возможно, смешно, а ведь я не шучу. И что произошло? У меня прорвались имплантанты. У меня проблемы в самолете случились. Раньше очень плохие имплантанты были, да, индустрия только, собственно говоря, начала в этом положении работать. Ну и мне тоже не повезло. И что было? У вас там при посадке или при взлете взорвалась попа, извините? Ну да. Но то были импланты на пятой точке, поэтому от их взрыва никто не пострадал. А вот грудь может прилететь и в глаз. Я, конечно, не специалист в этой области, но несколько раз мне доводилось читать новости о том, как какая-то компания по производству имплантов отзывала всю линейку продукции по причине ее недоработки или брака. Но то была Германия или Бразилия, которые на рынке уже по 40 и 50 лет. Представляете, даже у профильных компаний и то случаются осечки. А что будет с российским производством? Нет, если, конечно, импланты повторят опыт российского автопрома, где из отечественного только шильдик с названием, то, может, оно и неплохо. В противном же случае нас ждут огромные вливания денег и сил в 50-летнюю разработку. Мне как раз будет 90, и я буду готова к различного рода экспериментам. Хотя это не точно. Потому что ответ на мой основной вопрос, а кто потребитель, я все-таки не нашла. Рублевские дивы, полагаю, изыщут возможность найти себе американский ментор, а всем остальным отечественная разработка будет просто не по карману. Так что предлагаю эту тему закрыть вместе с начинающимся строительством завода. А вот кому закрытие не грозит, так это депутатам. Вместо того, чтобы иногда закрыть рот и немного подумать, они продолжают генерировать идеально интеллектуальные решения проблемы. Вот, например, на этой неделе в Перми член фракции ЛДПР Олег Постников предложил свой лично сгенерированный способ борьбы с абортами. Оказалось, что в регионе за прошлый год официально было сделано более 10 тысяч абортов, почти 6,5 без медицинских показаний по желанию женщины. А так, по мнению ЛДПРовца, быть не должно. Ну вот он и предложил уговаривать женщин этих детей рожать, а потом забирать их на иждивение государства. Вот только, по-моему, Постников не учел один огромный и немаловажный факт. Кому, кроме детского дома, будут нужны эти бедные малыши? И дай бог, если они будут здоровы и способны пойти по жизни самостоятельно. Но ведь статистика упорно демонстрирует обратное. Недополученная мамина любовь, отсутствие должного воспитания, нехватка папиной поддержки делают из детей несчастных взрослых. И только единицы реально вырываются из этого порочного округа и создают счастливую семью. Я уж молчу о той очереди на предоставление жилья, которое в некоторых регионах достигает просто катастрофических масштабов. А те квартиры и комнаты, которые все-таки выделяются, нередко просто-напросто непригодны для жилья. Но у депутатов и на это есть свое решение. Вот, например, единорос Игорь Марковец в марте этого года предложил сиротам самим зарабатывать себе на жилье. А ранее чиновница другого уровня заявила, что 3,5 тысячи для жизни вполне оптимальная сумма, потому что, внимание, цитата, макарошки всегда стоят одинаково. Конец цитаты. И это я еще не вспоминаю крылатые фразы типа «Государство не просило вас рожать» и «Денег нет, но вы держитесь». Короче говоря, вы прекрасно поняли, к чему я веду. Да к тому, что позволять постникам реализовать свои неуемные фантазии просто-напросто нельзя. Иначе вся наша страна превратится в один большой нищий детский дом, где сначала мы будем собирать смс-ками деньги на лечение, потом на макарошки, а потом и на комнаты в коммунальных квартирах. Нет, если, конечно, ЛДП-ровец готов лично усыновить каждого спасенного от аборта ребенка, то я всеми руками за лучшим решением будет раздать таких детей под опеку каждому депутату. Вот тогда, гляди, и у детей жизнь наладится, да и взрослые начнут отвечать за свои депутатские инициативы. Ну а пока счастливая жизнь деток-сирот стоит на паузе, я вам расскажу еще одну новость из разряда «Никогда такого не было и вот опять». Хотя, по сути, она ничем не отличается от презентованного на Питерском экономическом форуме отечественного автопрома. Это я не про тот случай, когда демонстрируемый автомобиль не завелся. Это я про тот случай, когда на руле собранной в России машине случайно оказался китайский шильдик. По этому же пути решил пойти и Ростех, вернее, его дочка, концерн «Автоматика». Минпромторг подозревает компанию в мошенничестве, утверждая, что на полученные 300 миллионов никакая разработка антенных систем спутниковой связи проведена не была. Взамен этого лучшие умы, а точнее сказать ушлые умы автоматики сгоняли в Китай и закупили там готовые комплексы, выдав их за свои. И вроде бы все шло по плану, пока Минпромторг не решил поковыряться в компонентах. И вот тут выяснилось страшное. Начинка отечественных систем спутниковой связи оказалась не отечественной. Мало того, в устройствах использовалось программное обеспечение исходных кодов, которому у русского разработчика почему-то не оказалось. Не сумев добиться правды, за помощью Минпромторг обратился в Следственный комитет России. Автоматика и Ростех настолько в шоке, что от комментариев на момент записи программы отказались. Так же, как отказались пояснить Минпромторгу, куда дели выделены 300 миллионов. Ну что ж теперь делать-то? Если не догадались воспользоваться головой вовремя, то ждем извинений на камеру и пополнения рядов спецоперационистов. Кстати, последних в России может реально поприбавиться. В четверг Госдума в третьем чтении принялась законопроект, упрощающий процесс выдачи вида на жительство иностранным контрактникам. Ну типа, хочешь жить в России, докажи свою преданность. А сейчас это можно сделать практически любому иностранцу. Правда, тут есть небольшая загвоздка. Есть риск, что собственные военные опять окажутся не у дел. Ну это как с водителями автобусов и строителями. Когда в Россию на заработки приезжают иностранцы, русские парни остаются без работы. Вот и в этот раз желающих поконтрактить, по словам Шойгу, ежедневно набирается свыше 1300 человек. Я повторю, ежедневно. Всего же вооруженные силы России по состоянию на четверг было набрано 114 тысяч контрактников и 52 тысячи добровольцев. И все они, как отметил глава Минобороны, с боевым опытом. Ну дай бог, дай бог, как говорится. А то, знаете ли, начитаешься тут новостей о том, как выполняется план по набору на контрактную службу. И волосы шевелятся. Впрочем, рассказывать детали может быть опасно для здоровья. Для здоровья программы. Поэтому тактично умолчу детали. Но сумма в 300 миллионов на этой неделе стала прям заколдованной. Потому как в среду выяснилось, что захищение именно такой суммы в России осудили бывшего начальника отдела госзакупок Минобороны Сергея Кушнарева. После обнаружения махинации Кушнарев сильно раскаивался, активно сотрудничал со следствием и согласился отдать обратно то, что не успел потратить. Суд счел такие шаги экс-начальника заслуживающими снисхождение и назначил ему наказание в 4 года. Правда, условно. Хотя весь состав преступления просто матом кричал о том, что мошенничество в особо крупном размере не может стоить условного срока. Но судья посчитал иначе. Конечно, 300 миллионов – это же не дискредитация российской армии, а значит, можно понять и простить. Вот как-то так, друзья. Такой была эта неделя. Но я напомню, что в субботу на нашем канале Ermac Media вышел первый итоговый выпуск новостей, где мы также собрали основную информповестку. Так что переходите по ссылке в описании, и мы точно не потеряемся. Но у меня на этом все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.